Родом я из города Северска, это Томская область. В свое время я был достаточно высоким мальчиком и наш физрук пригласил на общегородские соревнования по легкой атлетике. Мы поднимали планку для легкоатлетов, для прыжков в высоту. Мимо проходил тренер по волейболу, увидел высоких ребятишек, в том числе был я и мой друг, предложил нам прийти заниматься волейболом, когда мне было 11 лет в мае месяце. В конце мая тренер подошел ко мне и спросил, а хочешь ли ты попасть в спортивный лагерь? Я говорю, конечно хочу. Он показывает мне в зале вентиляционную трубу и на ней шов. Если ты до нее допрыгнешь, ручкой коснешься, то я тебе беру. Я прыгнул на эту метку, но у меня метка оказалась под ладошкой. То есть не коснулся я пальчиками, а под ладошкой. То есть я на 20 сантиметров ее перепрыгнул. Он посмотрел, сказал, парень, ты нам нужен. Скрипя зубами, выдержал весь этот лагерный сезон, вернулся домой и думал, что больше я волейболом заниматься не буду. В сентябре месяце пришел новый тренер и он стал набирать, ну грубо говоря, под меня команду. Собрали достаточно хорошую команду, с которой я потом впоследствии тренировался. В 80-м году первый раз мы играли своей областной командой в городе Челябинске на первенстве России и заняли томской командой 4 место, достаточно успешное. У меня было очень много приглашений, в том числе и Занецова, Искра Одинцова, тогда была команда высшей лиги АСССР. И было приглашение от Владимира Ивановича Барабанова в команду Новосибирск. На то время команда Новосибирск была уровня Кубка Сибири. Вот так я оказался здесь в Новосибирске. Я попал сначала в структуру молодежной команды, команды Север. А уже на следующий год, в 82-м году, команда Север вышла в первую лигу Советского Союза. И в том числе, как меня взяли как одного из одаренных спортсменов в эту команду. То есть первый раз я поехал на взрослые соревнования в 82-м году. В это время мне было 17 лет. Я до 84-го года играл уже в команде мастеров города Новосибирска, в команде Север. В ноябре месяце 84-го года был призван в ряды вооруженных сил в команду ЦСКА город Москва. А на самом деле детская мечта у меня всегда была играть в ЦСКА. Я себе представлял, что у меня должна быть майка и олимпийка та вязаная, на которой там сзади написана буква ЦСКА. Так оно и получилось. Мечты сбываются. На меня обратили тренеры, скажем, сборной и обратили тренеры команды ЦСКА. Предложили мне остаться в ЦСКА и подписать уже сразу же на прапорщика. Я отказался от этого предложения. Вернулся в город Новосибирск. В то время команда вышла в высшую лигу Советского Союза. Начиная с 1986 года по 1991 год играл в составе команды Север Новосибирск на позиции диагонального игрока. В 21 год сразу же встал в состав и, в принципе, отыграл полностью практически все игры. За это время неоднократно призывался в состав второй сборной Советского Союза. Был в составе студенческой сборной на универсиаде в 1986 году в Загребе. Были международные турниры с участием национальных сборных Бразилии, Кубы, Советского Союза. В 1992 году попал в сборную России, когда они играли первый тур мировой лиги. Я участвовал в составе 12 игроков, был в составе этой сборной. С 1992 года по 1999 год продолжил свою карьеру в зарубежных клубах. Два сезона я проиграл в турецком чемпионате за команду Эзаджбаши, Стамбул. Потом пришло приглашение из Израиля. В Израиле отыграл в двух клубах. Хапаэль, город Амаким и Макаби Тель-Авив. Но могу сказать чемпионат Израиля. Наша команда, за которой я выступал первых два сезона, второй год она играла в Лиге чемпионов. И мы дошли, мы попали где-то топ-10-12 команд Европы. Мы играли в финале Кубка Израиля, а он у них очень сильно котируется. У них приезжает президент, на то время был президентом Айзер-Вайтсман. Мы дважды выиграли кубок. Первый год мы выиграли его легко, 3-0. Ну, как легко, относительно легко. А второй год мы выиграли кубок очень сложно. Награждение проводит Айзер-Вайтсман. И он подходит ко мне и говорит, я тебя помню еще с прошлого года, как ты играл. Атака Доль, это ты, ты, ну, ты супер, ты классно сыграл. Роман Валерьевич мне рассказал такую историю. Любитель волейбола в Макабе Тель-Авив, это Яков Штофман. Он был крупным бизнесменом, который знал очень хорошо русский язык. Он выходец из Советского Союза. И он же возглавлял департамент, финансовый департамент 5VB. И на одном из конгрессов они пересеклись с Романом Валерьевичем. И тот у него спросил такую вещь. А вы никогда не знали такого игрока Гаврилова? Он говорит, как не знаю, я его знаю очень хорошо. Мой заместитель. Он говорит, передавайте большой ему привет. Это один из лучших игроков, который играл в чемпионате Израиля как иностранец. На самом деле, забытность игрока даже за границей. Те же самые израильтяне предлагали получить гражданство израильское. И можно было спокойно играть там еще несколько лет. Но я отказался. Я видел себя только в Новосибирске. Два или три года назад я был на финале Лиги Чемпионов в городе Берлин. 15-тысячный стадион. Купил сам билеты самостоятельно. Женой сидим на трибуне. Рядом сидят, я так понимаю, выходцы тоже с Советского Союза. Они обращаются, вы откуда? Я говорю, я в Сибири. Они говорят, мы тоже в Сибири земляки. А потом он задает такой вопрос, которая в шок повергла мою жену. А говорит, вы не знаете, вот была такая команда Северного Сибирска, а в ней был игрок Гаврилов. Она говорит, вот он рядом сидит. Но увидеть, что тебя знают по прошествии 30 лет и в городе не в Новосибирске, не в Минусинске, а в городе Берлине, это как-то дорогого стоит. В 2000 году волей судьбы так получилось, что получил серьезную травму, закончил и приступил уже непосредственно к административной тренерской деятельности. С Юрием Эдуардовичем Короткевичем прошли путь от высшей лиги Б до суперлиги. Путь был непростой. И начиная с 2004-2005 года уже приступил к работе сначала исполнительным директором волейбольного клуба, потом приступил к работе заместителем генерального директора. Вот это как раз фотография, где победители Кубка России в городе Казань. Он проводился в 2011 год. То есть, получается, мы два раза подряд выиграли Кубок России. В следующем году мы участвовали в Лиге чемпионов. По стечению обстоятельств мы оступились с Аркасом, город Измир. А вот следующий год мы проводили опять Лигу чемпионов и проводили ее на территории города Омска, потому что в Новосибирске, к сожалению, у нас не было соответствующего дворца спорта. В городе Омске мы нашли пятитысячный дворец имени Блинова, в котором провели Лигу чемпионов. И опять была поставлена задача играть в финале. Так получается, что вот эта команда, она стала победителем Лиги чемпионов. Будучи мы даже не выигрывали на тот момент медали чемпионата, но мы стали луч команды Европы. Кстати, могу сказать тоже такая интересная история. Президентом Федерации на тот момент являлся Николай Платонович Патрушев. Он пригласил президента Владимира Владимировича Путина на финал Лиги чемпионов в Омск. И сказал, что локомотив Новосибирск будет проводить Лигу чемпионов в Омске. На что Владимир Владимирович спросил, а почему в Омске? Почему не в Новосибирске? Он ответил, что там нет у нас соответствующего дворца спорта. На что он сказал, готовьте на меня письма, мы будем этот вопрос решать. В 2014 году вышло распоряжение, подписанное Путиным о строительстве дворца спорта в Новосибирске. Значит, был разработан проект, но лишь финансирование произошло в 2018 году. Роман Валерьевич Станиславов поверил в меня и, скажем, в 2018 году, когда началось строительство дворца спорта, где мы сейчас находимся, предложил мне возглавить этот дворец спорта. Я с удовольствием принял это предложение и курировал спортивную часть, курировал какие-то технические моменты, которые были важны для нашей команды, для волейбольной команды «Локомотив». Для любого спортсмена важны три вещи – это свет, воздух и пол. Ну, вот сейчас у нас появился наш дом. Первое впечатление – вот мы здесь находимся на арене уже в течение с октября месяца, в течение пяти месяцев. У нас за это время был министр спорта Матыцын, у нас были представители РЖД, представители Федерации волейбола России. В принципе, всем очень нравится. И кого мы приводим сюда, на эту арену, все говорят о том, что, наверное, на данный момент это одно из лучших сооружений для волейбола в городе Новосибирске находится. Но если сравнивать с других специализированных, наверное, залов, их практически и нет. В том же самом Севере это была какая-то домашняя уютная площадка, которая, как я говорил, опять же, раньше, что приезжали команды, и они за счастье считали, что они отсюда увезут очки. Я думаю, что мы эти победы, в конце концов, намолим и традицию Севера будем дальше поддерживать. Я думаю, что те вымпелы, которые у нас находятся, стена будет завешана вся вымпелами в будущем. Мы уже более 10 лет проводим международный турнир локоволий с участием одаренных спортсменов, волейболистов со всей страны. Он у нас имеет статус международных соревнований. Какой уровень вип-гостей у нас присутствует на этих играх? Это Патрушев, это высшее руководство РЖД, Белозеров, Чебунин. Даже вручение победителям команд в локоволии у нас проводит президент РЖД. За 10-летнее время проведения этого международного турнира мы проводили 5 раз в городе Новосибирске, два раза в городе Санкт-Петербург, два раза в Москве и один раз в городе Калининград. За это время команда 9 раз выигрывала этот почетный трофей. Лишь один раз мы в городе Москва заняли второе место. Но, опять же, интересный случай из этого турнира. Команда Болгарии, которая выиграла финальный матч, она была представлена командой, которая на год была старше. И по окончании финальной игры ребята и тренер пришли в раздевалку к нашей команде и сказали, это ваш кубок, вы по достоинству должны занять. Это было первое место, к сожалению, потому что у нас команда более старшего возраста, поэтому мы вам его передаем. Это тоже, ну, дорогого стоит. Эта фотография, наверное, значимая, которой мы шли, наверное, ну, по крайней мере, я точно, всю свою сознательную жизнь. В 2020 году команда «Локомотив» стала чемпионом России. К сожалению, из-за пандемии мы не сыграли, скажем, финал шести, который должен был проходить в городе Новосибирске. Но по результатам чемпионата, проведенного два круга, мы заняли первое место. Федерация России признала, что «Локомотив» Новосибирск стал чемпионом. И значимая фигура, я считаю, от этого человека, наверное, половина процентов успеха. Фабиан Джизга – двукратный чемпион мира. Я считаю, что от связующего игрока очень много зависит. И когда у них был сплав молодости и какой-то такой уверенности в Джизге, он дал этот плод. Да, конечно, я очень сильно переживаю. Но самое главное для тренеров и для руководителей, которые были бывшими игроками, ни в коем случае нельзя сравнивать себя, как ты играл, и сравнивать себя с нынешними игроками. Когда ты начинаешь сравнивать, это самая плохая ситуация. Нужно просто смотреть, что отключиться я не могу. Это однозначно переживаешь. Даже был момент в свое время, когда мы за бронзовые медали играли в Москве. Еще, наверное, на стадии предварительной этапа. У меня даже было плохо с сердцем. И был представитель болельщиков Наталья Анатольевна Андрюшина. Она мой кардиолог. И я ее вызвал с трибуны и говорю, что я себя чувствую очень плохо. Она пришла на трибуну и сидела со мной до конца матча. Вот такие переживания. Что я чувствовал? Да я чувствовал, конечно... Я хочу сказать отдельные слова, наверное, благодарности Роману Ильичу Станиславу. Потому что эта идея у него витала уже очень давно. Хотел еще воплотить в севере. Потом говорит, нет, мы в севере это делать не будем. Когда мы зайдем в новый комплекс, я тебе обещаю, что твоя майка будет висеть здесь под сводами этого комплекса. Я говорю, да зачем, Роман Ильич? Нет. Город и игроки должны равняться на тех людей, которые здесь всю свою сознательную жизнь отыграли, работали. И поэтому, в принципе, это дань уважения, наверное, ко мне. То, что я столько лет здесь отружусь, начиная, я говорю, от игрока молодежной команды до этой должности, которую я сейчас занимаю. Это непростая должность, как бы, но она достаточно интересная и занимает, конечно, тратишь очень много времени, но, тем не менее, ты приходишь и с радостью приходишь и смотришь, что здесь такой шикарный дворец спорта. Ну, на самом деле, если вдаваться даже в локомотив арены, в название, мы с Романом Валерьевичем долго-долго думали, как же нам все-таки назвать ее. И по документам было название региональный центр волейбола, но это звучит как-то не очень красиво. А потом пришли к выводу, что, наверное, надо сделать название «Локомотив арена». На очередном совещании с участием губернатора мы предложили эту идею, он нас поддержал, и вот так у нас родилось это название «Локомотив арена». Да, это детище. Это локосемья, это мой дом.